Самого доброго весеннего утра, самой позитивной стране Европейского Союза, Латвия. Привет, просыпаемся. И на этой неделе новости. Новости прилетели из госконтроля. Оказывается, бывший президент господин Левиц ровно такой же мелкий жулик-воришка, как бывший премьер-министр Каринш. Госканцелярия в период правления господина Левица ровно так же, как и премьер-министр, тратила деньги не по назначению. А если быть более точным, то покупала по завышенной стоимости гостиницы и путешествия господина президента. Впрочем, неудивительно. Дело в том, что Каринш подавал премьер с криками «Денег в стране так много, как не было никогда». Помните? Соответственно, если денег так много, как не было никогда, их и тратили как никогда. Но об этом же говорит госдолг, который при группировке Каринш-Левиц вырос практически вдвое, не так ли? Поэтому с такими-то деньгами грех было не покутить. Замешан в этом и президент. Расследование только начинается. И теперь, смотрите, какая-то черная полоса у ОПГ вену-то бы пошла. Во-первых, их обвиняют за зарплаты в конвертах. Во-вторых, их обвиняют о систематической неуплаты всевозможным организациям, которые с ними работали. В следующий момент господин Каринш налетал на миллион с чем-то. И теперь пошел следующий господин Левиц. Поскольку группировка вену-то бы очень большая, и если там уж взялись копаться, слава богу, что взялись, я думаю, там шоу и всевозможных приключений хватит на год для нашей Латвии и для моих обзоров. Я думаю, пальму первенства журиков и воров усаскания надо уже забирать. Они уже давно не у власти. И смело первое место и приз зрительских симпатий передавать вену-то бы. Как вы думаете, кстати? Ну, соответственно, и на злобу дня мои заключения. Все дело в том, что есть такая интересная традиция, и я хочу на нее обратить внимание. Как только какой-либо из президентов Латвии заканчивает свой срок, есть добрая традиция написать книжку, причем эту книжку обязательно раскупят миллионным тиражом, и на этом любой президент зарабатывает миллион. Потому что я не знаю другой такой страны, где бы каждый человек, который только не стал президентом через 4 года при такой небольшой, сравнительно небольшой зарплате, вдруг становится миллионером. Вы заметили? Все латвийские президенты, не занимавшиеся бизнесом, стали миллионерами. А если мы возьмем последнего президента, уникальность его в том, что если тебе письма счастья приходят о том, что у тебя бабушка умерла в Северной Америке, и тебе пришел от нее миллион, то все, скорее всего, смеются. А господин президент не стал смеяться. И дело в том, что когда он уходил со своей должности, ему прилетело вот такое сокровище. А именно какая-то бабушка неизвестная оставила ему наследство на миллион. И я подозреваю, что это узаконенная взятка. Но, разумеется, КНАП и другие органы так не считают и так не видят. Задаю вопрос, ребята, почему все латвийские президенты в очень бедной стране Латвии миллионеры? Каким образом они все заработали свое состояние? И раз уж ответственные структуры взялись за Вену Табу, взялись за Каренша, то давайте потихонечку не будем оставлять этот тренд и заниматься абсолютно всеми сделками, которые не имеют, насколько я понимаю, срока давности. Соответственно, предложение госканцелярии. А раз уж вы начали проверять траты на гостиницы и перелеты господина Левитса, посмотрите, пожалуйста, откуда пришла вот эта вот непонятная сделка с наследством. Неужели она никого не пугает, что как только, еще раз говорю, заканчивается любой президентский срок, любой президент становится миллионером? И неужели не показалось никому странным о том, что чувак перед уходом получил миллион, просто получил миллион? В этот раз даже книжку не стал писать, поленился. Но в любом случае всем остальным хорошей погодой и позитива. И напомню, что это развлекательный контент, а не какой-либо другой с целью развлечь вас. В это прекрасное весеннее латвийское утро. Латвия самая позитивная страна Европейского Союза. Всем удачи на неделе. Спасибо.